Сельскохозяйственная зона, площадка для научных исследований и конно-спортивный центр появятся в результате благоустройства острова Большой Уссурийский. Проект должен быть реализован до 2030 года. Территория привлечет туристов и станет дипломатической платформой для России и Китая. Об этом заявили члены правительства Хабаровского края на встрече с китайской делегацией на российской части острова. Предполагается строительство сначала первоначально одной дамбы вдоль побережья протяженностью 2,8 километра и второй дамбы протяженностью 5,8. Защитные дамбы специалисты возведут на первом этапе строительства. В 2013 году во время наводнения большая часть острова оказалась затоплена. Большой Уссурийский расположен на пересечении крупных транспортных коридоров. К 2025 году грузопоток планируется увеличить до более чем 2 миллионов тонн в год. Предусмотрено создание автомобильно-пассажирского пункта пропуска. Под него уже образован земельный участок 20 гектаров. В 2008 году половина острова Большой Уссурийский была передана Китаю. Когда-то пустынная территория постепенно становится туристическим центром. Прогуляться по парку с озером Лотосов, посмотреть на пагоду высотой более 80 метров приезжают сотни человек. В планах Китая и России реализовать на острове совместные проекты. Для этого нужно объединить силы в строительстве дорожной и коммунальной инфраструктуры. Разница в гидротехнических сооружениях, если они будут разные по уровню с российской стороны и с китайской стороны, они просто не позволят реализовывать здесь проекты совместные. Совместное развитие и защита этого острова – наша общая задача. Это соответствует нашим взаимным интересам. Думаю, мы сможем поработать над этим вместе. Общая площадь российской территории Большого Уссурийского – более 14 тысяч гектаров. Первый этап застройки по плану должен завершиться к 2023 году. Анастасия Незнанова, Дмитрий Попуша. Хабаровск. Городские события. Министр спорта России Павел Колобков прибыл в Хабаровск. Первым пунктом в программе визита стало посещение основного учебного корпуса Дальневосточной государственной академии физической культуры и спорта. Ректор учебного заведения Сергей Голицын провел экскурсию. Министру продемонстрировали материально-техническое оснащение учреждения, тренировочные залы, учебные аудитории, а также презентовали проект универсального спортивного комплекса при Академии физической культуры. К строительству объекта в районе переулка Черепичного уже приступили. Сооружения стоимостью 3,5 миллиарда рублей должны сдать в эксплуатацию в 2020 году. Средства выделяют в рамках федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы. Спасибо городу, что такое участие. Помог администрация города, мэр помог очень. Мы за три месяца оформили муниципальную землю федеральную, то есть, можно сказать, рекордсмены. Затем Павел Колобков встретился с профессорско-преподавательским составом и студентами, представителями спортивных федераций края и города, обсудил развитие спорта в регионе, отметил успехи спортсменов и поздравил присутствующих с 50-летием учебного заведения. Особое внимание в рамках встречи уделили подготовке олимпийских команд на Дальнем Востоке к зимним играм 2018 года в Южнокорейском Пхенчане и летним 2020 в Токио. В марте делегация Олимпийского комитета России уже проверяла спортивную инфраструктуру Хабаровска. Дальневосточная столица претендует на прием сборных по хоккею и шорт-реку. Очень важно правильно рассчитать режим подготовки. Но говорю еще раз, условия созданы все, все необходимые. И в ближайшее время, когда мы еще завершим реконструкцию в нашей академии, я думаю, условия станут еще лучше. Неплановые проверки по детским площадкам города проводит комиссия во главе с Ростехнадзором. Жалобы от жителей на небезопасные качели и горди посыпались с ведомства. Например, жильцы дома по улице Стрельникова, 11А, попросили проверить травмоопасность вот этого тренажера во дворе. Они определены нормально, они рассчитаны на то, что взялся и ходишь. Вместе с комиссией осматривают объекты и директор управляющей компании, в ведении которой находится этот и еще более 400 домов со 150 игровыми площадками, в их числе и Поруднева 58, где произошла накануне трагедия. Напомним, 2 сентября на 8-летнего мальчика упала незакрепленная металлическая горка, после чего он скончался в больнице. Заведено уголовное дело, а сегодня ответственные устраняют все недочеты, обнаруженные в детских городках. Оперативно, есть моменты, которые устранялись в течение всего летнего периода. То есть они, ну как здесь, вот сейчас работы, никаких не велись, как вы видите. А конкретно после случая оперативно сами вот поехали? Ну незначительные замечания выделены, вот как и сегодня Александр Федорович подметил, то есть в рабочем, а такого в явном виде пока не обнаружено. Во дворе дома по улице Орженикидзе 10А предпринчивые сотрудники управляющей компании решили оградить детский объект вот такой контрольной лентой. И даже написали объявление, что кататься и играть на этой площадке запрещено. Но, как нам рассказали специалисты, это, к сожалению, сотрудников управляющей компании не освобождает их от ответственности. А кто оборвал вот ленту? Да дети вчера, вчера дети прибежали, они ее быстро-быстро всю реквидировали. В итоге представители управляющей компании захотели эту горку вообще спилить, как это сделали с металлической ракетой во дворе. Подобная участь постигла качелю вот на этой детской площадке в поселке Березовка. Да, металл нам нужен для производства следующих изделий. В спешном порядке управляющие компании взялись за устранение травмоопасных участков на детских площадках. Молотки стучат сегодня во многих дворах Хабаровска. Все, что возможно, все, что поломано, все сделано, все ремонт, все сделано. Качели, лавочки, да, и вот детские переходы вот такие вот. Действительно, многие городки сегодня уже никаким эстетическим требованиям не отвечают. Совершенно другие нормы, совершенно другие требования. Там просто пожелание к самим жителям провести собрание собственников, принять решение, изыскать источники финансирования и поставить действительно нормальные, современные, безопасные детские городки. Анастасия Корничук, Андрей Третьяков. Хабаровск. Городские события. Первый в этом учебном году урок состоялся в музыкальной школе номер один. Занятия здесь начинаются немного позже, чем в общеобразовательных учреждениях, чтобы подстроиться под учащихся и скорректировать расписание. И если во времена Советского Союза обучение было только платным, то сегодня 450 юных звезд могут учиться музыке за счет бюджета. Вступительные экзамены – слух, память, ритм. И проходной балл – это 15, то есть 5-5-5. На другие инструменты, где конкурс чуть-чуть пониже, там может быть где-то четверочка, чуть ниже балл. Но баллы высокие. Семь человек на место. Не в каждом институте такой конкурс. Когда-то обучение в музыкальной школе было признаком определенного социального статуса. Сегодня родители понимают – музыка откроет их ребенку целую вселенную, где маленькая звездочка таланта может превратиться в сверхновую. Моя мама тут тоже училась. У нас даже один преподаватель по сольфеджио. Катюша занимается у меня уже 7 лет. Девочка очень старательная, очень любознательная и очень трудолюбивая. И она всегда добивается поставленной цели. Более 200 выпускников музыкальной школы номер один стали профессиональными музыкантами. Это настоящая кузница кадров. Сегодняшние ученики школы становятся лауреатами премии мэра города, губернатора Хабаровского края, международных конкурсов. Я, например, детей, которые учатся в нашей музыкальной школе, я их вижу издалека. Вот я иду по улице, и идет наш ребенок. У него он отличается от его окружающих людей. У него совершенно другая осанка, у него другая походка. Обучение музыке – это прививка на всю жизнь от пошлости. Понимаете? От пошлости. Это воспитание вкуса гармонично развитого человека, интересного человека, вокруг которого всегда будут люди не менее интересные, чем он. Это формирование, в конце концов, общества. Интересного, образованного общества. Старейшая музыкальная школа Хабаровска, в прошлом году здесь отметили 90-летний юбилей, названа лучшим учебным заведением страны. По результатам общероссийского конкурса среди детских школ искусств, таких всего 50. Уже в ноябре представители первой музыкальной отправятся в Москву за заслуженной наградой. Наталья Чернышева, Дмитрий Попуша, Хабаровск. Городские события. Быстрые, ловкие и веселые представители двух хабаровских школ сошлись в поединке. Заряженные солнцем и духом соревнований, 6 сборных по 10 человек померили силами на стадионе школы номер 85. В лучших спортивных традициях команды поддержали болельщики. Бег через туннели, стафеты, перетягивание канатов – все в рамках проекта «Здоровое поколение. Здоровое будущее». Школьники и сами понимают ценность физической культуры и спорта. Спорт делает человека здоровым, сильным, здоровым. Без него человеку никак не обойтись. Я занимаюсь футболом уже около пяти лет. Мы развиваемся как физически, так и быстрое мышление моторика. Проект «Здоровое будущее» запущен в Хабаровске в этом году. За это время организаторы успели провести десяток соревнований в разных районах города. Мероприятия проводят на территории образовательных учреждений, имеющих оборудованный стадион или спортивный зал. Во-первых, спорт дисциплинирует. Во-вторых, это физическая разрядка после, допустим, той же самой учебы в школе. В-третьих, что я, например, считаю самое главное – это сплоченность, это командная игра, это наших детей вытаскивают от тех же самых гаджетов, от тех же самых смартфонов и телефонов. Исплочение школьников в одно целое, чтобы они здесь проводили мероприятия как одна команда. Так как у нас многие иногда в классах, они между собой не дружат, а здесь они, конечно, будут целой командой. Мариана Гейт, Наталья Чернышова, Дмитрий Попуша. Хабаровск. Городские события. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова